Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава Евангелия от Луки, я читаю свой перевод, пока он не издан, для библейского портала экзегет, с небольшими комментариями. Вот, предыдущая глава, она была таким, может быть, наивысшим моментом противостояния Иисуса и фарисеев. На обеде у одного из фарисеев, кстати, то есть он не отказывается от общения, и те вещи, которые они обсуждали, конечно, очень не понравились массе фарисеев, я говорю массе, потому что конкретные люди могли себя проявлять по-разному, а, наверное, нравились многим людям таким не очень благочестивой жизни. Мытари и грешники их обычно называют, ну, сборщики-подати, вот в моем переводе, потому что это налоговые сотрудники, тогда в основном они себе в карман собирали, а на государство лишь часть отдавали, и, конечно, еще и сотрудничали с римскими властями. К Иисусу приходили все сборщики-подати и все грешники, чтобы его послушать, а фарисеи-книжники на это с возмущением говорили, ну, еще бы такие люди. Этот человек принимает грешников и ест с ними за одним столом. А ест за одним столом, а ты сегодня так, тогда это было еще в большей степени значимо, это значит себя с ними отождествлять. То есть мы одно целое, мы вот вместе едим за столом. Иисус тогда рассказал им такую притчу. Допустим, у кого-то из вас есть сто овец, и вот одна из них потерялась. Разве он не бросит в пустыне 99, чтобы искать потерянную, пока не найдет? А когда найдет, с радостью понесет ее на плечах себе домой, созовет друзей и соседей и скажет им, разделите мою радость, я нашел свою потерянную овцу. Ну, говорю вам, что также обрадуется на небе покоению одного грешника больше, чем 99 праведникам, которым нет нужды каяться. Ну, смысл притчи понятен, не нужно рассказывать отдельно. То есть Бог заботится о грешниках, потому что хочет их к себе вернуть. Что интересно, это притч есть у других евангелистов, а Лука, которая особое внимание обращает на женщин, дает женскую параллель к этой истории. Или если женщина, у которой есть 10 драхм, это монета, но 10 драхм не такая богатая, это женщина, возможно, ее преданная. 10 драхм потеряет одну из них, разве она не зажжет светильник и не станет тщательно подметать дом, пока ее не найдет. А когда найдется, зовет подруг, полы часто были земляными, поэтому ее могли затоптать просто, она упала, ее затоптали. Когда найдется, зовет подруг и соседок и скажет, разделите мою радость, я нашла драхму, которую я потеряла. Такое же, говорю вам, будет радость у ангелов божьих о покаянии одного грешника. Ну, смысл тот же самый, конечно. И добавил, дальше знаменитая притча. «Было у одного человека два сына. И вот младший сказал отцу, отец, отдай мне долю имущества. Ну, то есть, я хочу получить то, что после смерти я унаследую. Ты для меня все равно, что мертвый. И тут разделил все, что только имел. Пополам, видимо. Всего через несколько дней младший сын все забрал и отправился в далекую страну, а там потратил, что у него было, на распутную жизнь. Ну, оторвался парень, все понятно. А когда он все промотал, в той стране начался сильный голод, и ему стало жить не на что. Тогда он нанялся к одному из тамошних жителей, а тот отправил его в деревню почти свиней. А для иудея, конечно, свинья – нечистое животное, поэтому это не просто грязная работа, но работа, вот, унижающая человека. Он был бы рад наесться стручков, которыми питались свиньи, но ему и того не давали. В традиционных переводах рожки, я всегда представлял себе макаронные изделия, рожки действительно довольно гадостные. А на самом деле, это стручки, вот, из них делают сироп, коробок еще называют эти стручки. Сироп-то хороший, но вот стручки в чистом виде – это скорее для животных еда. Но ему и того не давали. Тогда он одумался и сказал себе так, сколько у моего отца наемников, и хлеба у них в избытке, а я тут погибаю голодной смертью. Лучше отправлюсь я обратно к отцу и скажу ему, отец, я согрешил перед небом и пред тобой, кстати, последовательность перед небом сначала, а перед тобой во вторую очередь. Я уже не достоин называться твоим сыном, но прими меня как одного из своих наемников. Ну, правильно, он все сыновья получил. Дальше только вот труд в обмен на пропитание. И он сразу же отправился к отцу. И когда он еще был вдали, отец его увидел и сжарился над ним. Он побежал навстречу, заключил в объятии, расцеловал. То есть отец смотрел на дорогу, не идет ли сын, иначе как бы он его издалека увидел. Сын сказал ему, отец, я согрешил перед небом и пред тобой, я уже не достоин называться твоим сыном. Отец не дал, продолжит, прими меня как одного из наемников, потому что если ты сын, ты сын навсегда. Ты уже не можешь быть наемником. Но отец велел своим слугам, скорее принесите лучшую одежду и оденьте его. На палец ему наденьте перстень, а на ноги обувь. Потом приведите откорбленного теленка и зарежьте его, будем пировать и веселиться. А перстень – это знак власти, потому что перстнем запечатывали, на нем была печать, запечатывали официальные документы. Ну, обувь, свободный человек носит обувь, рапун и босым может походить. А откорбленный теленок – это, с одной стороны, жертвенное животное, ну, здесь, может быть, это всего лишь пиршественное, но какой-то вот элемент такого жертвоприношения здесь есть. Зарежьте его, будем пировать и веселиться. Этот мой сын был мертв, но вернулся к жизни, он пропадал, но теперь нашелся. И вот начался пир. Мертв, он объявил мертвому отца, он сказал, отец, вот, если бы ты умер прямо сейчас, был бы в самый раз. Я бы наследство получил. Умри, пожалуйста. Ну, тем самым он умер. А старший сын был в то время в поле. И вот, когда он подходил к дому, то услышал, как в нем поют и пляшут. Как обидно. Человек работал, пахал весь день, да. Приходит, а дома праздник, оказывается, меня даже не позвали. Я бы тоже обиделся. Очень сильно обиделся. Он подозвал одного из слуг и спросил, в чем дело. Дальше он даже входить не хочет. Эй, иди сюда, что там такое вообще? Я вот, я домой попал или что? Или какой-то чужой дом оказался. Тот ответил, вернулся твой брат. И вот твой отец, встретив его живым и здоровым, велел зарезать упитанного теленка. Ну, обидно вдвойне, потому что это все из-за того негодяя. Старший сын разгневался и не захотел входить в дом. Я понимаю его очень хорошо. Тогда отец вышел к нему и стал его приглашать. Отец вот человек, который не брезгует лично попросить. Он вот не считает, что все должны вокруг него ходить и его упрашивать. Он сам упрашивает принять от него. Как вот в этой притче о званных и избранных. Вот Господь приглашает всех на этот пир. А люди отказываются. А он, старший брат, на это сказал отцу. Смотри, сколько лет я верно тебе служу. Я никогда не нарушал ни одного твоего приказа. Но ты ни разу не дал мне даже козленка повеселиться с друзьями. А этот твой сын потратил на блудниц все, что получил от тебя. А теперь явился к тебе. И ты зарезал для него откормленного теленка. Ну, это правда очень несправедливо, верно? Но несправедливо с точки зрения отец награждает детей как наемников. Вот если у него два наемника. И один идеально делает всю работу, все выполняет. А тот ему ничего не платит. А второй взял, потратил все деньги, и тот его наградил. Ну, это очень несправедливо. Но наемники – это другое. А отец тут же отвечает. Отец ответил ему, сын, ты ведь всегда со мной, что у меня есть все это твое. Ну, после того, как тот забрал свою долю наследства, естественно, все, что после смерти останется, будет принадлежать старшему сыну. Но отец говорит, это даже сейчас так. Мы с тобой единое целое. Тебе нужен козленок? Возьми. А он твой. Ты ждешь, что я тебе его дам? Пожалуйста, бери, веселись. А теперь время радоваться и ликовать. Ведь этот твой брат был мертв, но вернулся к жизни. Он пропадал, но теперь нашелся. Ну, та же тема, что и с овцами потерянными или драхмами потерянными. Но еще обратим внимание, что старший сын, который, в принципе, абсолютно прав в своем поведении, прав правотой человека, который строит отношения с отцом все-таки на материальной основе. Ты мне, я тебе. Я тебе послушание, труд, уважение, а ты мне козленка, барашка или теленка, чтобы я порадовался. Отец говорит, мы с тобой вместе. И он это рассказывает, конечно, в ответ на критику фарисеев, грешники. Вот они не должны есть с нами за одним столом. Отношение фарисеев – это отношение людей, которые с Богом общаются как наемники. Мы все выполняем, мы ждем награды. Нам обещали. Иисус им говорит, если вы дети отца, то все, что отцовское, оно ваше уже здесь и сейчас. А эти люди, они возвращаются к Богу, поэтому радуйтесь тому, что они пришли. Но притча на этом не заканчивается. Вот очень люблю это участие в Евангелии от Луки, где бездна смыслов и прям трудный, некоторые из них понят, 16-й будет такая трудная притча. Субтитры сделал DimaTorzok